Всем привет! Начинаю готовить вкуснейшую начинку из капусты. Разогреваем сковороду и добавляем растительное масло. Высыпаем порезанный репчатый лук. Пассируем одну минуту и через минуту добавляем морковь, потертую на крупной терке. Пассируем до мягкости. Добавляем немного болгарского перца и капусту. Капусту я не нарезаю слишком длинной соломкой, так как в начинке она будет тянуться. Накрываю крышкой и на огне меньше среднего тушу капусту почти до готовности. Добавляю кориандр, соль, черный молотый перец по вкусу и томатный соус или добавьте томатную пасту, столовую ложку, разведите водой. У меня томатный соус кисло-сладкий. Если вы добавляете томатную пасту, то обязательно добавьте немного сахара по вкусу и столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим капусту до готовности. Капуста готова. Отключаем плиту и охлаждаем ее. К остывшей капусте добавить большой пучок зеленого лука и отварные яйца, порезанные кубиком. Перемешиваем. Попробуйте на соль и на перец. Возможно, что-то вам нужно будет добавить. Вкуснейшая начинка с капустой готова. Для пирога я использую свое любимое замороженное тесто на картофельном отваре от 27 марта. То есть тесту практически полтора месяца. Я его достала с вечера, оставила на кухонном столе и утром у меня вот такое пышное, мягкое и воздушное тесто. Немножко подмесила его и оставляю еще минут на 10, чтобы оно отдохнуло. Делим тесто на четыре части. Одну четвертую часть уберем в сторону. Это будет верх пирога. А три четвертых части раскатаем сейчас. Это будет низ пирога. Раскатываем тонко. Один сантиметр или тоньше. Я использую форму 26 сантиметров. Смазала ее специальной смазкой для выпечки или можно сливочным маслом и присыпать мукой. Выкладываем тесто в форму и высыпаем сверху начинку. Сейчас раскатываем верхнюю часть, одну четвертую тесто. Также раскатываем тонко. Сверху закрываем пирог и прокатываем скалкой. Лишнее тесто убираем. Силиконовой лопаткой немножко поправляем края, чтобы они отклеились от формы и как бы пирог упал вниз, верхняя часть пирога. Из обрезков можно сделать листики, можно ничего не делать. Такое очень простое украшение. В верхней части пирога нужно сделать несколько отверстий. Я это сделаю обычной трубочкой. Можно сделать ножом прорезать или вилкой. Это чтобы удалялась лишняя влага и верх пирога не вздувался сильно. Для смазки я использую желток яйца и столовую ложку обычной чистой воды. Смазываем пирог. Оставляем смазанный пирог на столе минут на 15-20 и отправляем в разогретую духовку. Выпекаться пирог будет 35-40 минут. Пирог с капустой у нас готов. Вот такой румяный, аппетитный и красивый. Извлекаем его из формы и оставляем его на решетке остыть хотя бы минут 20-30. Смазываем сверху кусочком сливочного масла, чтобы корочка стала мягкой. Накрываю сверху пекарской бумагой и оставляю его минут на 20. Пирог можно подавать к столу. Вот такой получился изумительный пирог. Много вкусной начинки и тонкое тесто. Готовьте с удовольствием!